Согласно воровским понятиям, человек, служивший в армии, не может стать вором в законе и уважаемым членом криминального сообщества, ведь он слушал по сути власти и выполнял чужие приказы. Однако жизнь показала, что такие личности все же находились и становились влиятельными людьми. Киллерами, положенцами соблюдали воровские понятия и даже получали воровскую корону. Виталий Широков. Он же Манго, положенец грозной организации общак, созданный дальневосточным вором в законе Джемом, был поставлен смотрящим за Владивостоком, занимался организацией крыши на автомобильном рынке, предоставлял защиту и перекупщикам, и автосалонам. За вознаграждение возвращал владельцам угнанные авто. Организовал благотворительный фонд «Надежда», через который легализовывал деньги общака. После смерти Джема и распада общака, Широко вместе со своей бандой были арестованы и отсидели большие тюремные сроки. Проходил срочную службу в рядах вооруженных сил. Александр Пустовалов. Он же Саша Солдат. Киллер, работавший на Ореховского ПГ. Его жертвами были и криминальные авторитеты, и даже неугодные члены банды. Часто избавлялся от трупа, рассленив его мясницким ножом и спрятав пакеты рисунки, которые потом вывозились. На его счету 22 доказанных убийства, включая ликвидацию киллера Александра Солоника в Греции. В настоящее время отбывают длительный тюремный срок. Александр Пустовалов был призван во флот, морскую пехоту, а служил с 91 по 93 год. Александр Солоник. Он же Саша Македонский. Штатный киллер Курганского ПГ. Настоящая легенда преступного мира 90-х. Сумел совершить три побега из-под стражи, в том числе и знаменитой матросской тишины. Откуда до него, никто не смог этого сделать. На его счету десятки убийств, включая ликвидацию криминальных авторитетов. Был убит ореховскими бандитами на виле в Греции. Призывался на службу в группу советских войск в Германию. Одни источники утверждают, что Солоник служил танкистом. Другие же говорят, что в спецназе. Алексей Шерстобитов. Леша Солдат. Киллер, работавший в штате Ореховской и Медведковской группировок. На его счету множество заказанных убийств. Самым знаменитым из них стала ликвидация от Ари Квантришвили. Долгое время следователи не могли поверить в существование этого киллера. Считая, что вместо него работает несколько человек. Об группировке создан некоторый мифический собирательный образ Леши Солдата. Он мастерски перевопролощался. Умело заметал следы. Тщательно следил за конспирацией. В настоящее время отбывает наказание за 12 доказанных убийств и покушений. Алексей Шерстобитов не просто служил в армии. Он родился в семье потомственного офицера. Окончил военное училище железнодорожных войск. Работал при перевозках МВД по железнодороге. Дослужился до старшего инспектора. Только тяжелое положение военных 90-е заставило его уволиться из рядов армии. Игорь Глазнев, он же Вова Питерский. Вор в законе, коронованный в начале 99-го года. Отсидел несколько сроков за кражу, разбой и мошенничество. Непримиримый, неуправляемый заключенный. Был настоящей головной болью для своих тюремщиков. Активно пропагандировал в рабские традиции. Призывал к неповиновению остальных заключенных. В 2009 году был задержан полицейскими за кражу продуктов из супермаркета. На сумму в 15 тысяч рублей. То ли это новый способ борьбы оперативников с криминальными авторитетами. То ли пришло и время быть смотрящим в тюрьме. Свою криминальную карьеру авторитет начал еще служа в армии. За злостное хулиганство он был осужден военным трибуналом Алматы в Казахстанской СССР. Его наказали тюремным сроком длительностью 4 года. Александр Чащин. Чиж. Вор в законе с очень сложной биографией. Начавшийся с беспредела и алкогольной зависимости. И закончившийся смертью от запоя. Отсидев длительный срок за убийство был коронован. И после освобождения стал законником в Северодвинске. К нему с разрешением конфликтов и разных вопросов шли как местные криминальные персоны, так и оперативники. И даже высшие чины. Все закончилось, когда Чиж сорвался и ушел в запой. Его лишили воровской короны. А потом нашли в одном из гаражей мертвым. Когда Чащину исполнил с 18 лет, он ушел служить в армию. Там Чиж был злошным нарушителем армейского устава. Дерзил офицером и в итоге попал под трибунал, присудивший ему три года лишения свободы. Салманул Абдурзаков, он же Тимур Саратовский. Чеченский вор в законе. Коронованный в 1998 году с протекцией влиятельного чеченского авторитета Хусейна Слепова. Некоторое время занимался активной деятельностью в Саратове. Затем перебрался в Москву. Занимает важное положение в турецком представительстве криминального клана. Салманул получил воровскую корону, несмотря на то, что служил в армии. Именно там он был впервые осужден. За военное поступление во время службы в Туркменистане. Тюремный срок сначала отбывал в Дизбате в Средней Азии. Затем его перевели в Новсибирскую тюрьму. Вагиф Сулейманов, дипломат. Один из самых известных и влиятельных авторитетов азербайджанской преступной группировки. Расположившийся в Москве и Московской области. Коронованный вор в законе, тем не менее, не чурающийся, неправильных для этого статуса занятий. Финансовых афер, торговли и прочей коммерческой деятельности. Информация о том, что он служил в армии, присутствует. Однако и сам вор в законе, и его сторонники яростно ее отрицают. Кощаев Роман. Рома Кощей. Вор в законе, родом из Эдыгеи, чья активная криминальная деятельность проявилась в Краснодаре. Занимался мелким рэкетом, склотил небольшую, но сильную группировку, с которой все считались. В итоге Кощаев стал смотрящим заевом России. При этом он вошел в клан деда Хасана. О его службе в армии мало что известно. То, что он точно ее проходил, как и то, что не дослужил до дембелизации из-за отправки на лечение в психиатрическую больницу. Василий Христофоров, Вася Воскрес, коронованный вор в законе, имя которого было внесено в список особо опасных преступников для США. Прилежный исполнитель приказов деда Хасана в свое время занял должность держателя всероссийского общака. В настоящее время он активно участвует в переговорах по поводу преемника преступного трона России. За глаза некоторые злопыхатели называют Васю Воскреса автоматчиком. Это прозвище означает, что человек когда-то служил в армии и держал в руках автомат. Христофоров действительно служил в армии, но из-за наличия судимости за дачу ложных показаний приемная комиссия военкомата определила его стройбат. Так что за время службы ничего опаснее лопаты он в руках не держал. Сергей Тимофеев, Сильвестр, тракторист из Новгорода, 1955 года рождения, ставший влиятельным криминальным авторитетом, занявший свое время московский преступный труд. Безжалостный лидер Ореховского ПГ, который промышлял рэкетом и вымогательствами, был взорван в своем личном автомобиле, 600-ом Мерседесе. На службу в армии его призвали в 1973 году. Отдавал долг родине он в элитном кремлевском полку, в Москве, в специальной спорт-роте.